Я приветствую всех на телеканале Беларусь4. Это программа Добрый вечер, Гомель. На календаре Заканчивается прекрасный день 5 апреля, четверг. Здравствуйте, друзья. Значение фото в жизни трудно, да и, пожалуй, невозможно переоценить. Фото сопровождает нас везде. На дисплее мобильного телефона, в бумажнике, на экране монитора мы храним фотографии дорогих нам людей на рабочем столе в офисе. Да что там говорить, столько ленивых в современном обществе не делают пресловутые селфи. В общем, друзья, этим добрым вечером мы поговорим о значении фотоискусства в нашей жизни, ну а в гости ко мне придут те люди, те специалисты, которые про фотографии знают все и даже чуть больше. Ну а также этим вечером и под ваши аплодисменты я рад приветствовать у нас в гостях великолепного музыканта, потрясающего исполнителя, прекрасного композитора и просто хорошего человека Вячеслав Корса сегодня у нас в гостях. Ваши аплодисменты. Слав, ну, во-первых, здравствуй. Здравствуйте. Добрый вечер. От слов, скажем так, к песне. Давай начнем с музыкальной композиции. Чем откроем этот добрый вечер? Самой весенней песней. Из тех, которые у меня есть. А мы тебя поддержим аплодисментами. Так не бывает, ты пришла и говоришь, пожалуйста, вот тебе два мои крыла. Чтобы не знал усталости И ни в каких других краях Крыльев таких не сыщешь ты Взлета полоска узкая Только не бойся высоты Где-то почти растаял снег Где-то цветет боярышник Я же остаюсь на целый век С этой чудесной барышней Чтобы обняв едва-едва Бросив обиды давние Я говорил бы ей слова Самые главные Пам-пам-пам-пам Фам-пам-пам-пам-пам Пам-пам-пам-пам-пам Так не бывает, ты пришла и отвела рукою грусть А за спиною два крыла, А за крылами трудный путь. Если меня осудит Бог, Если лишит былых наград, Я опущусь на твой порог И несказанно буду рад Тому, что уже растаял снег, И зацвели подснежники. Тому, что живем с тобою век нежности, Нежности, чтобы, обняв едва, едва, Бросив обиды давние, Я говорил тебе слова самые главные. Пам-па-дам-пам-пам. Пам-па-дам-пам-пам. Пам-пам. Ваши аплодисменты! Прекрасная песня. Расскажи немного об этой композиции. Если честно, в твоем исполнении слышу я ее впервые. И насколько хорошо я знаком с твоим творчеством... Нет, на самом деле, трудно рассказывать о композиции. Давайте про фотографии поговорим. Ну, вот признаюсь честно, когда я слушал эту песню, вот невольно всплывал какой-то фоторяд, какие-то слайды, какие-то сюжетные линии. А вот сразу вопрос к тебе. Вот творческий процесс, написание музыки, написание текстов, потом получается песня. А остается ли что-то после творческого процесса материальное, то, что можно увидеть глазами? Я имею в виду... Фотографируешь ли ты сам процесс создания той или иной песни? Не, ну процесс создания песни не фотографируется. Остаются, знаешь, остаются ноты, остаются наброски на бумажках. А фотографии... Ну, например, если есть... Визуальный вообще не фотографии, а визуальный ряд, конечно, он во всяком роде в видеоклипах оказывается. Вот на эту песню, например, есть видеоклип. Там очень много всяких картинок весенних, красивых. Я о том хочу тебя спросить, есть ли в архиве какие-то фотографии, где вот здесь я вот как раз запечатлен момент, где я создаю эту песню или пишу эти ноты? Не, может быть, есть что-нибудь такое, не знаю. Я как-то вот никогда не задумывался. То есть это тайна для тебя самого тоже? Ну, бывает, что где-то, может, поймали, сам же себя не будешь. Я тут сфот сделал, сейчас написал песню. Смотрите, я ее пишу, как себя так это. Как волк, ну погоди, понимаешь? Ну, а, кстати, век современных технологий и, скажем так, модного инстаграма, почему бы не фотографировать тексты, ноты? И вот, да, я создаю, творю. Я подумаю. Вообще, вот, признайся, сам ты любишь фотографироваться? Люблю, 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 фотографироваться люблю, люблю попозировать, там, покорчить, там. То есть фотосессии, это твое, просто какие-то репортажные снимки, это твое. Да, мне нравится, да. Я думаю, что мы сегодня увидим и много твоих фотографий, хотя наши зрители их уже видят на своих экранах. Так что и песен твоих, я думаю, много услышим, и, скажем так, те, которые любят, и, наверное, что-то из нового тоже сегодня спою. Я буду старый сегодня петь. Ну, хорошо, как скажешь. Друзья, звоните к нам в студию, присоединяйтесь. Тема нашего разговора, что же значит фотография в вашей жизни, часто ли вы фотографируетесь, и, на ваш взгляд, в чем же заключается секрет удачной фотографии? Наши номера телефонов, как всегда, на ваших экранах, там же найдете и номер нашего вайбера, который уже готов принимать ваши комментарии, замечания. Ну, мы продолжаем. Это прямой эфир программы. Добрый вечер, Гомель. Друзья, наш прямой эфир продолжается. Это программа «Добрый вечер», Гомель. Сегодня мы не представляем свою жизнь без фотографий. Они окружают нас сплошь и рядом. Сделать фото для современного человека – это элементарнейшая задача. Но когда-то об этом могли только мечтать. Так вот, какими раньше были фотографии и кто были те люди, которые были запечатлены на первых, ну, скажем, гомельских фотографиях? Вот ответы на эти вопросы, уверен, найдутся в музее фотографий. Я с огромным удовольствием приглашаю к разговору моих гостей. Под ваши аплодисменты директор Музея истории города Гомеля Юлию Купрееву и научного сотрудника Музея истории города Гомеля Наталью Лопатинскую приглашаю к нам в гости. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Город, где находится государственное учреждение, такое Музей истории Гомеля, обладает таким объектом уникальным, экспозиционным, как Музей фотографии. И, кстати, недавно туда еще экспозиция, посвященная печати, тоже добавилась. А вопрос тогда. Какие же тайны хранит Музей фотографии и о чем рассказывают его экспозиции? Наши экспозиции хранят действительно очень много тайн, поскольку там собрана огромнейшая коллекция фотоаппаратов, фототехники за весь XX век. Придя к нам в музей, можно увидеть и стационарные фотокамеры, такие, которые раньше были только в фотоателье. Конечно, там можно увидеть и старинные камеры начала XX века, и за весь XX век всевозможные фотоаппараты также можно увидеть. Кроме того, уникальные фотографии есть, можно там... Уникальные фотографии именно города Гомеля и тех людей, которые жили раньше, несколько поколений, пару веков назад, век назад. Какая самая старая фотография? Ну, начало XX века, мы не скажем, что, например, 1910, 1913, 20, 30 и до сегодняшнего дня. В связи с этим, вы знаете, я хочу подключить к нашему разговору, к нашему вечеру наших зрителей. Друзья, у меня в руках пригласительный билет в музей истории фотографии. Сегодня вечером этот билет достанется кому-то из вас, но нужно правильно ответить на наш вопрос. А вопрос у нас сегодня будет такой. Расскажите, позвоните к нам в студию и расскажите, что же раньше располагалось в помещении, где сегодня размещается музей истории фотографии. Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашей беседе. Кто-то станет счастливым обладателем этого пригласительного билета и отправится на... Посмотреть своими глазами экспозицию, которая размещается сейчас в музее фотографии. Если в нашем городе появился такой уникальный музей, то есть я могу смело сделать вывод, что Гомель вполне можно назвать самым фотографирующим и фотографирующимся городом на территории Беларуси? Вполне можно так сказать. У нас огромное количество и фотографов есть. И недаром была собрана такая удивительная коллекция, которая сегодня есть у нас в музее. Пинский Леонид Борисович начал первым еще в 2009 году, когда мы объявили акцию «Создадим музей вместе». Он подарил нам огромное количество не только фотоаппаратов, но и фототехники. Дальше нам еще Евгений Ильич Шапира, гомельчанин и фотограф, тоже подарил огромную коллекцию. Кроме того, даже из города Калуги огромную коллекцию тоже подарили фототехники. И сегодня все это можно увидеть у нас в музее. Как возникла идея создать музей фотографии? Идея была, наверное, проста. Почему? Когда мы уже увидели, что у нас собралось довольно большое количество предметов на данную тематику, а это, наверное, более 500 предметов, как фотоаппаратов, фототехники, фотографий всевозможных, то мы поняли, что, безусловно, нужно создавать музей и радовать посетителей нашего музея, гомельчан и гостей города уникальными предметами. Наверное, при создании был какой-то первый экспонат. Помните, что это было? Фотография или все-таки фотоаппарат? Все-таки фотоаппарат. Это Леонид Борисович Пинский, о котором я сказала только что. Он откликнулся на нашу акцию и первым подарил большое количество предметов. Вот уверен, что есть в музее фотографии информация о том, что когда впервые в Гомере в народ пошло такое искусство, как фотография? Давайте на этот вопрос отвечу я, научник, как научный сотрудник. Наталья, конечно. Конечно, сказать точный год и вычислить его невозможно, но я думаю, можно начать отсчет от того момента, когда появляется первое фотоателье в городе Гомеле. Наталь, скажите, удовольствие, я так понимаю, это было не из дешевых в то время, когда открывались первые фотоателье, фотоартели, наверное, они так назывались, да? Да, 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 совершенно верно. Действительно, стоило это удовольствие очень дорого, и поэтому к этому событию, не побоюсь этого слова, собирались очень тщательно. Брали в основном всю свою семью, проходило какое-то важное событие в семье, то ли праздник, юбилей, рождение. Наряжали все самое лучшее. Все самое лучшее, если не было, одалживали, и уже шли фотографироваться, запечатлеть момент именно, чтобы вот опять же передать всю эту историю своим предкам. Ну, а опять-таки, это какой период был? И, может, есть сведения, где располагались эти фотоателье? На Советской, где-то здесь, недалеко от нас? Совершенно верно. Тогда только эта улица называлась Румянцевская улица, а также еще и на Замковой были, там, где сейчас улица Проспект Ленина у нас сейчас названа. Да, и поэтому у нас была конкуренция. Уже к началу 20 века существовало нам известное 16 фотоателье. Я даже могу вам показать афиши, которые сохранились до нашего времени. Ух ты! Это фотоателье Рембрандт. Дальше вот афишка фотоателье Левенмана. Как еще называлось, центральная художественная фотография. То есть даже фотографию относили как к произведению искусства. Ну, так естественно. Я думаю, что это стоило огромных денег. И еще если у соседей одалживать все самое лучшее, чтобы в прекраснейшем свете появиться перед объективом фотокамеры, это же не то, что сейчас взял телефон и нащелкал огромное количество селфи, о них мы поговорим немножко позже. Скажите, что, если можно так выразиться, раньше модно было фотографировать? Вот так как существовали фотоателье, конечно, было модно фотографировать людей. То есть самый распространенный жанр – это портрет. То есть как раз-таки к созданию портрета относились очень щепетильно. То есть, как мы уже проговорили, одевали все самое лучшее, делали прически красивые. Опять же, фотограф был как художник. Он перед съемкой прорабатывал все моменты, вплоть до того, как поставить руки, как правильно присесть. То есть действительно фотография как произведение искусства. То есть фотограф, он не только человек, который нажимает затвор в фотоаппарате, это еще и постановщик, целый режиссер по большому счету. Юля, я вижу, у вас в руках находится… Это оригиналы или это… Это мы сделали копии специально для съемок. Ну, примерно вот в такой размер были так называемые кабинет-портрет. Не все знают, что это такое. Было популярно в кабинете размещать портреты, фотографии членов своей семьи. А вот есть еще тоже того периода, вот это у меня уже оригинал. Это так называемый визит-портрет, на нем и написано «визит-портрет». Такие фотографии вручали в качестве подарков. Сегодня, как мы вручаем визитки, а раньше вот такие визиты-портреты вручали. Если я правильно понимаю, то визит-портрет тоже могли позволить себе далеко не все жители нашего города. Конечно, только те, у кого были деньги. Друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего телефона, как всегда, вы найдете на ваших экранах. Секрет удачной фотографии. Такая тема нашего вечера. И кому-то из вас достанется приглашение на двоих. Посмотреть выставку в Гомельском музее истории фотографии. Ответить всего лишь… Для того, чтобы получить билет, нужно ответить всего лишь на несложный вопрос. Что же раньше располагалось в помещении, где нынче находится музей фотографии? Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Руслав, ты, кстати, был в музее фотографии? Я был еще. Ну, я схожу. Вы с собой принесли достаточно много экспонатов. Я, пожалуй, даже поближе подойду, рассмотрю, что же здесь у вас находится. Боже мой, неужели это тоже у вас сохранилось? Да. И большое количество таких предметов. То есть большое количество еще таких есть. Я надеюсь, многие помнят, что же это все-таки такое. Легендарный фото-бачок. Уж сколько… Я, собственно, опыт расскажу, сколько пленок было потрачено, пока я научился заправлять фотопленки. Сколько было испорчено. Сколько испорчено было, да, совершенно верно. Особенно то, что больнее всего пару цветных было испорчено, да, вот благодаря такому вот бачку. Ну, или из-за такого вот бачка. Кстати, а ты когда-нибудь спробовал фотографировать? Конечно, конечно. То есть что… Все эти процессы мне очень знакомы. До сих пор. Сейчас бы дали мне все это тоже. Точно так же. Заправил бы вот в темноте. То есть закрыться в темноте чаще всего для этих целей использовалась ванная комната. Зажечь красный фонарь, установить фотоувеличитель. Растворители, закрепители, все вот эти вот ванночки, разведение всех этих реактивов. Если еще не до конца разведется, то, ну, как бы неправильно проявится фотография. Это ритуал. Это был целый ритуал, который занимал несколько часов. Да, очень увлекательный. Кстати, у нас в музее есть такая комната, где можно посмотреть, как это все происходило с красным светом. То есть целый шоуру. Да. Экспонаты, которые сегодня представлены здесь, я так понимаю, это часть экспозиции из вашего музея. Рассказывайте, что сегодня принесли с собой. Мы принесли очень интересные фотоаппараты. Наверное, самая главная изюминка нашего музея – это фотоаппарат «Хит». Японский фотоаппарат. Да ладно. Да, совершенно верно. Вот, его очень часто путают со статуэткой. И всегда уточняют обязательно, настоящий ли он. Он действительно настоящий, с очень-очень маленькой пленочкой, всего 16 миллиметров. Но, все-таки, вот при помощи этого фотоаппарата можно незаметно поснимать. Вы, если бы не рассказали, я бы подумал, что это брелок. Он действующий? Откройте тайну. К сожалению, нет. Он не работает на сегодняшний день. Ну и, наверное, пленка к нему тоже едва ли выпускается. Да. Ну, вот такой есть фотоаппарат. Также у нас есть легендарный фотоаппарат «Лейка». Немецкий фотоаппарат, который был эталонов для даже советской индустрии, для советского фотодела. Вот он. Фотоаппарат также изюминкой является. Это достаточно редкость в коллекции фотоаппаратов. Ну и, конечно, большая часть нашей экспозиции – это советские фотоаппараты. Здесь представлен советский фотоаппарат «Фотокор». Это один из первых фотоаппаратов. Он еще не пленочный. Фотографии делали на пластинах. Здесь также они представлены. Ну, я так понимаю, это фотоаппараты наших коллег – газетчиков, телевизионщиков. Да. Отсюда и название «Фотокор». Фотокорреспонденты ими пользовались. Но для него нужен был обязательный штатив для удобства пользования. И благодаря такому фотоаппарату можно было перемещаться, снимать не только в ателье, как это было распространено, но еще и уже, допустим, на улице снимать город. На ваш взгляд, скажите, вот что в фотографиях того периода времени, конца 19-го, начала 20-го века, осталось то, например, что утрачено сегодня в современных фотографиях? Можете ли выделить какой-то момент? Ну, я вот думаю, отношение к самой фотографии, к сборам вот этой съемки. Мне кажется, когда шли фотографироваться, был такой праздничный настрой именно на фотографию. Был целый ритуал сбора. Ну, целое событие было для любой семьи. Целое событие. Сейчас это уже утрачено, к сожалению. Именно вот момент подготовки к этой фотографии. Ну, также именно время съемки, вот эта продуманность до каждой мелочи. То есть, каждая деталь фотографии имеет значение. То есть, если, например, уже где-то или с прической, или с одеждой что-то не то, то перефотографировать это уже, ну, или ретушью исправлять, или по-богатому делать новый снимок. Да. Ну, также, глядя на фотографии, мы видим такой аристократизм. Люди у нас такие представительные, серьезные. Ну, сейчас уже все по-другому. Более эмоциональные снимки. Кстати, посетители музея это отмечают. Они каждый раз, я слышу от посетителей, они говорят, какие лица. Они совершенно не такие, как мы. И действительно, вот мы смотрим, это очень серьезные, кажется, такие серьезные, степенные люди, понимаемые. Действительно, что они к этому очень серьезно относились. Ну, на старинных фотографиях, которые располагаются тоже в стендах музея, это реальные жители города Гомеля? В основном, да, это реальные жители города Гомеля. Но еще есть часть фотографий людей, родственников нынешних гомельчан, которые сегодня здесь живут. Но у них могли быть родственники из Москвы, из Перми, из разных городов. У нас тоже часть фотографий есть в фондах нашего музея. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору, звоните к нам в студию. И не забывайте, что кому-то из вас сегодня достанется пригласительный билет в музей истории фотографии. Всего лишь нужно ответить правильно на, дозвониться к нам в студию, правильно ответить на вопрос, что же раньше располагалось в том помещении, в том здании, где сегодня размещаются уникальные и единственным в нашей стране музей истории фотографии. Телефоны на ваших экранах. Ну а мы продолжим... Маленькую подсказочку, улицу назовем. А давайте маленькую подсказочку. Музей фотографий размещается по адресу Комунаров 7. Ну вот подсказочка у нас есть. Буквально через несколько мгновений продолжим наш прямой эфир. По-прежнему в прямом эфире секрет удачной фотографии. Тема сегодняшнего вечера. Фотосессия. Пожалуй, именно тот подарок, от которого вряд ли кто-то откажется. Этот подарок всегда будет приятен любому человеку. Но обо всех деталях и подробностях расскажет моя гостья, которую вы, уверен, встретите бурными аплодисментами. Фотограф Наталья Шостакова сегодня у меня в гостях. Наташенька, здравствуй. Прошу, проходи, присаживайся. Тема у нас сегодня такая. Секрет удачной фотографии. Вот ты как фотограф, вот если открывать все карты сразу, для тебя в чем секрет удачной фотографии? Это что? Вот мы уже выяснили, что на старинных фотографиях совершенно иные лица, совершенно иная подача. Сегодня в мир высоких технологий и бесконечных селфи выяснили, что это утрачено. Да, утрачено. Ты как современный фотограф, я уверен, что знаешь ответ. Да, ну, честно говоря, для меня успех удачной фотографии, это все же настроение, с которыми люди приходят ко мне фотографироваться. Также и мое настроение, потому что если идешь с негативным, с негативом, то... Лучше отменить фотосессию. Лучше не идти, да, лучше идти с хорошим настроением, потому что результат будет... А фотография все, фотография все отображает, поэтому... Ну, почему, вот вы задали вопрос насчет, почему старые фотографии все-таки лучше. Я все-таки считаю, что потому что раньше они были черно-белыми, и сейчас больше фотографии отвлекаются на цвета, одежду. Раньше внимание было все приковано к модели, к эмоциям, это было в черно-белых снимках, это лучше всего отображено. Послушайте, так можно ты сейчас вернуть моду на черно-белые снимки, чтобы ничто не отвлекало глаз вот только от того объекта, от главного персонажа, который изображен на фотографии? Я думаю, что мода на черно-белые снимки никогда не исчезнет. То есть вы как фотограф, вы фотографы знаете, что черно-белые снимки до сих пор в моде? Они не только в моде, любой фотограф знает, что любой испорченный снимок можно исправить и спасти, сделав его черно-белым. Я возьму это на вооружение. Наташа, а когда в первый раз сама взяла фотоаппарат? Честно говоря, это случилось спонтанно, случайно. Повала она в гостях на свадьбе у знакомых, мне случайно вручили фотоаппарат в руки, сказали снимай. Так как были довольны результатом, через неделю... Фотоаппарат сразу цифровой? Я к чему задаю вопрос, знакома ли тебе вот эта вот процедура, когда фотоувеличитель, красная комната? Нет, не знала ничего, абсолютно ничего не знала. Я даже фотоаппарата не держала в руках на тот момент. Понравился результат, и через неделю уже снимала выписку из роддома, затем день рождения этой же малышки. И как снежный ком нарастали желающие, которые хотели полывать в моих неопытных руках. А вот так как это все меня вдохновило, я подумала, почему бы и нет. Просто я к чему задаю вот этот вопрос. Профессия фотографа, вот когда идет разговор про фотографов, всегда почему-то ассоциативный ряд это специалист мужского пола с фотоаппаратом в руках. А сейчас вот все чаще с фотоаппаратом в руках появляются девушки. Это примерно тот же эффект, как когда девушки стали все чаще появляться за рулем автомобиля. Скажи, насколько тяжело, трудно было, скажем так, доказать, что девушки тоже могут быть фотографами? Вы знаете, честно говоря, никогда не пыталась кому-то что-то доказать. Во-первых, потому что в любом случае начинать фотографировать с нуля невозможно. Ты начинаешь копировать какого-то фотографа, прежде чем выбираешь свою дорогу. Поэтому я просто занималась тем, что мне нравится, никогда не задумывалась о том, чтобы доказать кому-то, что я лучше. Но мужчины-фотографы, наверное, вот один из ваших приятелей тоже фотограф сегодня пришел поддержать у нас в студии. Давайте поприветствуем его тоже аплодисментами. Было ли такое, что мужчины-фотографы-коллеги как-то там подтрунивали, подшучивали, какие-то советы давали? Ну, конечно. Но я такой человек, что я привыкла преуслушиваться к советам. Поэтому любая конструктивная критика... Хорошо. Предположим, Вячеслав захотел сделать себе красивую, необычную фотосессию и обратился к тебе. Вот твоя задача как фотографа, она заключается в чем? Ой, моя задача как фотографа... Вот, у нас есть модель, у нас есть артист. Она очень нелегкая. Прежде всего объясню, почему. Любой человек, который обращается к фотографу, он хочет выглядеть идеально. Но бывает такое, что люди идут, и у них такой лозунг «фотошоп исправит все». И они пренебрегают тем, что нужно подготавливаться к фотосессии. Вот. И поэтому очень сложно бывает доказать человеку, и показать человеку, что он может быть красивым. Поэтому моя задача как фотографа — показать, что каждый человек может выглядеть на фотографии так, как он хочет. А не каждый может воспринять себя правильно. Для меня вот всегда немножко было загадкой готовиться к фотосессии. Это что необходимо сделать? Прибегнуть к помощи стилиста, визажиста. Я считаю, что это несложная, но достаточно нужная манипуляция, которую должен сделать каждый человек, который хочет хорошо получиться на фотографиях. Потому что фотограф, конечно, как сейчас принято думать, что мы все сильные, но все-таки хочется работать уже с каким-то... Если честно, признаюсь, я всегда так и думал, что... Фотошоп исправит все, да? Ну или умелые руки фотографа именно нажат на кнопку в нужный момент, в нужную микросекунду. Это, конечно, да, но любому фотографу приятнее работать с хорошим исходным материалом. Мода существует какая-то? Какие, например, снимки, какой стиль? Судя по фотографиям начала 20 века, прослеживается мода. Это статика, это полностью серьезность, это никаких излишеств, никаких улыбок. Улыбок. Что сегодня модно? Какая сегодня модель поведения модна перед камерой? Сейчас большинство людей любят естественность. Также естественность в обработке, ничего лишнего. И на самом деле очень мало фотошопа. Все хотят, чтобы было поменьше обработки. То есть фотошопу, скажем, дружно нет? Или все-таки... Немножечко. Отлично. К нам присоединились наши телезрители. Давайте послушаем, кто же к нам пожаловал на добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Алло, я слушаю. Алло, говорите громче. Я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились? Меня зовут Котов Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, очень приятно. Слушаем вас. Я звоню с Гомельской области, Октябрьский район. Ух ты. Привет Октябрьскому району. Ну это за 250 километров от Гомеля. В курсе. Скажите, а какое место в вашей жизни занимает фотография? На моей жизни самое... Ну не первое, но хорошее. Ну что чаще делаете? Фотоаппарат в руки сами берете? Или становитесь перед кадром в качестве объекта для фотографирования? Ну в основном объекта. То есть вас фотографируют? Ну. Отлично. Ну на ваш взгляд, вот в чем же секрет удачной фотографии? Удачная... Ну ее секрет удачной фотографии, знаете в чем? Ну... В хорошем, короче, ну состоянии человека, чтобы был аккуратный, опрятный. Вот. И с хорошим настроением, безусловно. Да, улыбка, ну... Как положено. Отлично. Спасибо вам за ваш совет, за ваше мнение. Но я же так понимаю, что не просто так вы нам позвонили. Претендуете забрать этот билет у нас? Ну так и да. Я с передачи смотрю сейчас заново. Замечательно. Ну подсказка у нас уже до небольшой паузы была. Итак, на ваш взгляд, ваше мнение, ваш вариант ответа. Что же раньше располагалось на месте музея истории печати и фотографии Гомельщины? Это было давно. Безусловно, это было давно. Там был музей когда-то. Нет, музей там сейчас находится. А, это что я перепутал. Не музей, а кинотеатр видно был. Ох, неверный это ответ. Немножко территориально вы промахнулись. Не кинотеатр там располагался. Так что, ну или в каких-то энциклобетиях посмотрите. Ну или ждем следующего нашего зрителя, который ответит правильно на наш вопрос. И кому достанется билет, пока что загадка даже для меня. В каком жанре предпочитаешь работать сегодня? Поскольку в основном я работаю с фотопроектами, на которые приходят семьи и детки, то, конечно, мне близка больше семейная детская фотография. Почему? Объясню. Детки, их практически невозможно заставить позировать. Тем самым на фотографиях выходят искренние эмоции, неподдельные. Я их очень ценю. Кто самый капризный клиент? А, такие бывают разные. Ну в основном это мужчины, которых женщины приводят с собой. Мужчины капризные? Очень нелюбители фотографироваться. Слава, ты слышал. Оказывается, мы самые капризные для фотографов, в частности, для фотографов девушек. Ну как такое может быть? Может быть. Ты подтверждаешь. Потому что... Надо на вас опробовать. Ладно. Наташа, еще такой вопрос. Селфи можно считать фотоискусством, про которое я уже сегодня несколько раз упоминал? И не грозит ли, скажем так, эта потеря интереса классической фотографии? Ну знаешь, я очень просто субъективно отношусь к вопросу селфи. Это чисто мое мнение. Я очень не люблю это дело. Никогда не пробовала. Сегодня в студии был первый опыт сделать селфи. Мне кажется, что все-таки это... Подожди, я не поверил в то, что услышал. То есть ты профессиональный фотограф сегодня в студии... Первый раз сделали селфи, да. Друзья мои, по-моему, это достойно аплодисментов. Поддержим Наталью аплодисментами. Как впечатление? Очень-очень не люблю это дело. И честно говоря, мне кажется, что все-таки селфи подвержены люди, которые требуют, наверное, к себе очень много внимания. Внимание окружающих, которые зависимы от чужого мнения. И, наверное, все-таки самолюбивые люди. Эту тему продолжим немножко позже. Друзья, пока что хочу напомнить, номер нашего телефона располагается на ваших экранах. И пока что, видимо, трудный вопрос попался. Что же располагалось раньше в том помещении, в том здании, где сейчас располагается музей истории фотографии? Звоните и пригласите ли билет на двух персон. Окажется, у вас сможете сходить, получить колоссальное удовольствие. А посмотреть в музее фотографии действительно есть на что. Я нужен еще одну подсказку. Давайте еще одну подсказку. Наш музей находится напротив Вечного огня. Напротив Вечного огня. Что же там было раньше? Значит, улица... Коммунаров 7. Улица Коммунаров 7. Музей располагается напротив Вечного огня. Друзья, у нас уже две подсказки есть, поэтому звоните к нам в студию, и мы готовы вам отдать пригласительный билет, но за правильный ответ. А ведь каждая фотография, если рассудить, это целая история. Одна фотография способна рассказать целый сюжет с завязкой, кульминацией и развязкой. Слав, я знаю, что у тебя есть много таких фотографий с историями, но об этом мы не только поговорим сразу после рекламы, окей? Окей. Не переключайтесь. Мы по-прежнему в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер», Гомель. Сегодня у нас тема «Секрет» — удачные фотографии. И согласитесь, весна, все мы выходим на улицы. После стольких месяцев зимы сняли зимнюю одежду, привели себя в порядок. Ну и, конечно же, нужно сделать, ну, хотя бы дежурное селфи, а в идеале это красивую, удачную фотосессию. Вот и разбираемся, в чем же заключается этот самый секрет удачных фотографий. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, кто же присоединился к нашей вечерней кампании. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Вы откуда? Гомель. Город Гомель. Очень приятно. Как вас зовут? Катерина. Катерина, скажите, на ваш взгляд, в чем же секрет удачной фотографии? Удачная фотография, ну, это, конечно же, фотограф, конечно же, настроение и, конечно же, взаимодействие фотографа с моделью. То есть, в первую очередь, нужно выбрать своего фотографа, прийти на фотосессию в хорошее настроение, ну, конечно же, активно взаимодействовать. Да, настроение должно быть общее. Вы часто фотографируетесь? Да, очень. Хорошо. А насколько часто вас можно увидеть с фотоаппаратом в руках? Раньше, до 2013 года, я делала это часто. А сейчас? Я на самом отпуске в Запорезе. Ясно. Ну, этот билетик может стать вашим. На вопрос попытаетесь ответить? Да, обязательно. Итак, что же раньше располагалось там, где сейчас удачно расположился Музей истории печати и фотографии Гомельщины? Там очень удачно располагалось фотоателье. Ура! Ура! Ити аплодисменты вам! Конечно, располагалось фотоателье. Екатерина, не кладите трубку, оставьте ваши координаты нашему редактору на телефоне. Ну, и они расскажут, где и как заберете вы этот пригласительный билет. Юля, я знаю, что вы готовите новый проект, о котором нужно рассказать и городу, и области. Поэтому давайте делиться секретами, деталями, что же, чем же будете удивлять и к чему призываете гомельчан. Да, хотелось бы сказать, что мы вообще очень часто ведем смену фотовыставок буквально каждый месяц. Так что, я думаю, нужно стать постоянными посетителями нашего музея. И каждый раз, каждый месяц, если приходите, можно увидеть что-то новенькое. Сегодня у нас работает, буквально вчера открыли выставку Артема Гусева на пасхальную тематику. Дальше у нас будут уже фотопроекты наши гомельские. Плюс мы, еще у нас есть несколько проектов международных. Ну, а прямо сейчас хотелось бы объявить такую акцию. Вот девушка сказала, что там было фотоателье. Я думаю, что у многих фотоальбомов сохранилось большое количество вот таких фотографий, которые были сделаны именно в этом фотоателье. Поэтому мы приглашаем к участию в такой акции, как сбор фотографий, сделанных фотоателье на Коммунаров 7, для всеобщей огромной выставки. Так что приглашаем всех гомельчан к нам в музей с 10 до 6 каждый день, кроме воскресенья и понедельника. Приходите, приносите фотографии. То есть это с фотографии можно просто прийти... К нам в музей, а оставить... Хотел сказать, в отелье. Бывшее фотоателье, сегодня музей. Будем собирать огромную всегомельскую выставку. Слушайте, какой необычный исторический маршрут. Раньше люди в былые времена ходили туда фотографироваться, а сейчас они эти же снимки, которые там и забирали для своих семейных альбомов, или кому-то подписать на память, они теперь снова принесут в это же здание, но которое уже совершенно в другом статусе. Совершенно верно. То есть нужно принести, отдать кому-то из сотрудников музея и немного рассказать об истории этой фотографии. Да. Я думаю, что это будет масштабный большой проект. А когда планируется запустить этот проект? Мы вот сегодня его запускаем, и как только... Если гомельчане будут очень активными, то... А они будут активными? Мы на это надеемся. Если мы успеем ко дню города, мы его запустим. Если нет, чуть позже посмотрим, насколько активными будут наши гомельчане. Слав, а вот мы заговорили про историю фотографий, вернее, фотографии с историей. А ведь у тебя тоже достаточное количество фотографий, что вот по одной фотографии можно рассказать целую историю. Есть такие? Ну, конечно. Я просто не знаю, что тут попадет. Может, так, знаешь, как метод научной атыки. Я попрошу нашего режиссера запустить калаш фотографий из... Я скажу, что стоп. ...музыкальной жизни Вячеслава Корсы. Действительно, там есть на что посмотреть. Можно дальше. Ну, это, я так понимаю, блок фотографий с профессиональной фотосессией. С студийных, да. Вот скажи, даже вот глядя на эти фотографии, тяжело ли было позировать фотографу? Это все фотографии Жени Писаренко. Я очень любил с ней работать. Это такая вот замечательная фотография, на мой взгляд, очень талантливая. Мастер. Вот это все фотографии. Вот с этой фотографией была связана интересная история. Ну, ладно, можно вернуть, а можно и дальше пойти. Вот, это вот, да, это все фотографии Евгения Писаренко. Я фактически где-то в социальных сетях у меня, если есть где-то на сайте официальные фотографии, которые мои как автора-исполнителя, то есть фотографии тут Женина сейчас. Хорошо, продолжая, скажем так, тему истории фотографии и истории, связанных с ними, вот были ли какие-то снимки, вот когда вот увидел, посмотрел и стало поводом для появления какой-то песни? Потому что вот то, что касается песни про фотографии, знаю только песню Ирины Аллегровой, фотография 9 на 12. Все, про фотографии больше никто никогда в жизни не пел. Ну, есть, я не очень большой поклонник Михаила Круга, но была у него такая песенка, там, храни ее на письменном столе, там вот там про фотографию песня такая, такая очень трогательная, одна из таких, вот. Не, ну, на самом деле у меня, у меня таких ассоциаций не было, вот. А что, я истории так не рассказывал? Там была просто фотография, одна очень интересная, тоже из Жениных фотографий, на которые я там сакцентировал, да. Но все-таки историю мы хотим. Ну, конечно, я бы сразу сказал. Там просто были еще и фотографии, где с какими-то там всякими известными людьми, я их там скидывал, там тоже. Да-да-да, я попрошу режиссера еще раз, если есть такая техническая возможность, показать эти фотографии, чтобы не только показать, но и рассказать. Вот эти фотографии. Ну вот, это я аккомпанирую Дмитрию Антоновичу Сухареву. Это великий русский поэт Дмитрий Сухарев. Здесь мы с ним поем песню, знаете, какую, которую написал Сергей Негитин на его стихи. Не сразу все устроилось, Москва не сразу устроилась. Вот это вот мы поем Александру с автором текста. Это в Гомеле на фестивале авторской песни. Ну это когда вы, Вячеслав, были совершенно еще юны. Это 89-й год. Это общежитие или у кого-то дома? Это мы дома уедем. Или это чья-то студия? Это вот я вон там с барабанными палочками. Это первая группа, в которой я играл на барабанах. Вот так вот. Тут всю жизнь тебя воспринимаешь как музыканта-гитариста. Оказывается, ты еще и на барабанах здорово играешь. Ну судя по некоторым фотографиям, ты тоже играл. Да, есть такой момент, такой есть. Ну вот эта фотография с большой бард-рыбалки. Это мой проект, который я придумал. Рубашка та же? Та же, да. Которая сейчас у нас в студии. Да-да-да. Это большая бард-рыбалка. А, ну это Ольга Плотникова. Это мы познакомились с ней на фестивале шансона в Минске в прошлом году. Ну ладно, давай сделаем такой ход в нашей программе. Пусть зрители смотрят фотографии, а мы услышим еще одну твою песню. Хорошо. А песня будет, наверное, все-таки мы ждем очень лето. Ну конечно ждем. Вот песня, кстати... Тут весночек дождались. О, Борис Бурда. Хорошо, песня будет такая. Песня будет... А вот такая. Очень старая, но я ее никогда не пел. Она никогда не была публичной, не исполнялась. Что-то в моей жизни все не то и все не так. День похож на день, и ничего не происходит. Только вечерами подступает пустота, и болит колено к непогоде. А в окно стучится запоздалая весна. А до сна очнусь и расчехлю свою гитару. Знаю я, понять меня сумеет лишь она. А с тобою мы давно не пара. Где ты, шум? Вопрос резонный, не найти ответ. Лето с привкусом шансона. За июльским солнцем я спешу к тебе. За июльским солнцем я спешу к тебе. Па-ва-пам, па-да-ва-пам. Пай-ла-пам, па-ва-пам. Знаешь, я ушел лишь потому, Что первый шаг делать не пришлось тебе. Мы оба виноваты. В доме у меня живет бездомная душа, А на ней заплата на заплате. Майскими ночами я выгуливал ее, Не давал остыть берег от солнечного света, Чтоб не позабылось ей, как правильно любить. А сейчас меня встречает лето, Где ты, шум? Забыл кусок слова, понимаешь? Мы поддержим тебя аплодисментами. Не найти ответ. Лето с привкусом шансона, Хриплым саксофоном я вернусь к тебе. Хриплым саксофоном я вернусь к тебе. И тут я саксофон имитирую. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я спешу к тебе, за июльским солнцем я спешу к тебе. Вот это лето таким вот образом и постучится к нам. И я знаю, почему... Я просто давно не пел, очень давно. Вот значит, я никогда не готовлюсь к какой песне петь. Я вот пою, что... Просто очень долгая была зима. Да. Поэтому остается надеяться, что лето совершенно скоро придет. Итак, друзья, секрет удачной фотографии, напомню, тема нашего сегодняшнего эфира. Вот, кстати, очень интересный момент. Ведь ваш музей, пожалуй, единственное место, где остался клуб фотографов. Да. Признаюсь честно, я обзвонил все технические центры творчества молодежи. Нигде уже нету даже никакого фотокружка. Тут у вас существует... Давайте пригласим руководителя фотоклуба «Максимус». Руслан Карпов сегодня у нас в гостях. Руслан, здравствуйте. Приветствую вас, присаживайтесь. Вы знаете, хочется сказать, во-первых, слова благодарности за то, что фотодело все-таки где-то осталось. Рассказывайте, что за фотоклуб и чем вы занимаетесь? Фотоклуб «Максимус» был создан 1 июля 2016 года. В этом году мы отмечаем два годика, как я говорю, у нас все идет по... Как у маленького ребеночка, да. То есть, как бы, начиная от первых шагов, от первых каких-то первых слов, да. Но вот сейчас мы уже начинаем, как бы, формируемся, начинаем ходить более прочно. Вот, идея принадлежит, создание клуба принадлежит нашему гомельскому фотографу Любови Носковой. Вот, смысл в чем, что ведь, как уже неоднократно говорится, что снимающих братьев очень много. Вот. Вот. Но пойди пойми, кто из них фотограф, кто из них снимает для себя, да, вот. И именно вот идея создания фотоклуба, она как раз таки заключалась в том, чтобы объединить людей с творческой мыслью, которые снимают, ну, в том числе и для себя, да, но у них эта фотография идет от души. Вот. Вот. Фотография, где объединить фотографов, которые продумывают каждый кадр, которые еще не забыли классическую фотографию, то есть что такое золотое сечение, что такое перспектива сегодня, поднимался вопрос, да. Вот. Вот. И показать зрителю, не только гомелю, но и где-то за пределами города, качественный продукт, сильную фотографию, прежде всего ту фотографию, которая наталкивает зрителя на размышления. Ну, хорошо. То, что касается фотопроизводства. А не вытесняют ли, например, цифровые технологии сегодня? Я к чему. А осталась ли, например, в фотоклубе такая практика, как те же самые фотоувеличитель, красная комната и вся вот эта магия, которой раньше являлась фотопроизводство? Наверное, сегодня эта магия как раз таки и движет нашими помыслами в организации, в подборе фотопроектов. Потому что, к сожалению, цифровая техника и технология сегодня развиваются, и, к сожалению, этот процесс, наверное, он уже необратим. То есть если мы еще где-то 15 лет тому назад у кого-то из фотографов встал вопрос, стоит ли переходить на цифру, то сегодня это уже, увы, требование времени. Потому что, к сожалению, такие мировые лидеры производства пленки, как кодек, они уже официально заявили о том, что они отказались от производства пленки. Но послушайте, виниловые пластинки тоже когда-то сказали, что они канули в лету, а теперь это элитарный продукт, который выпускается ограниченным тиражом. Возможно, из фотопленка произойдет то же самое и с фотобумагой, и с проявителями-закрепителями. Это будет элитарное искусство. Может быть, да, не стоит спорить. Но дело в том, что на сегодняшний день, иногда вот даже вот общаясь в фотофорумах, часто приходится, часто встречаешь такой вопрос, ребята, осталась фотопленка, помогите найти центр, который... Вот даже наши зрители, я смотрю, по Вайберу пишут, что на фотопленку фотографии получаются живее. Как такое может произойти? Наверное, это восприятие, скажем так, человека, который не равнодушен к старой методике, классической методике. Потому что действительно люди, которые фотографировались и фотографировали на пленку, у них все-таки был больше творческий подход и, наверное, больше какая-то ответственность. Чем сейчас современные веяния, когда на поток, к сожалению, поставлена коммерческая составляющая. Вот сейчас, кстати, вот фотоклуб, вот одна из задач как раз-таки немножко уйти от этой коммерциализации. Все-таки, что фотография должна идти от души прежде всего. Вот главный вопрос сегодняшнего эфира, сегодняшнего нашего доброго вечера. Так в чем же секрет удачной фотографии? Я думаю, что у вас, как у руководителя фотоклуба, тоже есть на это счет свое мнение, на ваш взгляд. Скажем так, фотография, несмотря на то, как бы не развивались, куда бы они уходили, цифровые технологии, но, скажем так, никто не отменял того же самого правила золотого сечения, той же композиции. То есть элементарного знания правила построения кадра. Потому что вот мы уже здесь за этот эфирный период выяснили, что это должен быть и нужный фотограф. Это должен быть человек в хорошем расположении духа. В хорошем расположении духа. Хотя, скажем так, то есть можно снять и жанровый портрет в плохом расположении духа, да, и показать эмоцию. Это будет живее всех живых. И выяснили еще, что цветные фотографии, все-таки там много отвлекающих маневров. А черно-белая фотография — это... Совершенно верно. Все зависит от того, что вы хотите показать. Либо вы хотите показать антураж, гитару, цвет, контраст, да, то тогда это цветная фотография. Если вы хотите показать эмоцию, заглянуть вглубь, да, туда погрузиться, тогда это черно-белая работа. Вопрос в том, что иногда приходится человеку... То есть я, например, я занимаюсь психологическим портретом. Это тяжелый жанр для того, чтобы работать с человеком. Для этого сначала нужно, скажем так, ну, что называется, разведку боем расположить человеку к себе. То есть это все-таки психология. Прежде всего психология. Потом уже фотография. И иногда люди, человека приходится расположить к себе. Слав, вот когда работаешь перед, например, на твоих фотосессиях для очередной афиши или для оформления диска, тебе ставят фотограф задачу? Да. Насколько они выполнены? Насколько ты хорош для фотографа как модель? Я не знаю, насколько хорош, но я старательный. Я стараюсь повернуться так, стараюсь выполнять все там, потому что это же работа со светом. Там бывает маленькая тень какая-нибудь, немножко так повернулся, тень не так упала, все, уже не то. Поэтому зафиксироваться. Вот, а быть, стараться быть естественным, потому что вот на самом деле фотография, вот, может быть, отчасти это вот, когда говорят про цифровую фотографию, есть преимущество большое у цифровой фотографии, это огромное количество, можно сделать очень много кадров, из которых... Да-да-да, и не считаешь, сколько там у них, 36 кадров осталось или гораздо меньше. С одной стороны, это как бы преимущество, с другой стороны, это недостаток, как это сказать. Вот когда в аналоге снимаешь, там нельзя промахнуться. Там каждый кадр, вот он на той пленке, там 36 кадров, да, и... Ну, конечно, прямо как у нас в прямом эфире промахнуться нельзя, а вот уже если где-то там, ты знаешь, что у тебя очень много запаса, там уже как-то немножко можно и расслабиться. Вот, но удачных кадров очень мало. Вот бывает, мы делали фотосессию, вот где у меня сейчас на социальных сетях, у меня одна и та же фотография висит везде, вот, и на афишах эта фотография, потому что она удачная. Ну, вот из фотосессии было порядка двух сотен фотографий разных, и это единственная фотография, которая прошла там отбор, потому что мы выбрали именно ее, потому что она соответствует вот внутреннему состоянию. Вот о внутреннем состоянии и о некоторых других психологических моментах, друзья, предлагаю поговорить далее этим добрым вечером, но после рекламы не переключайтесь. Продолжаем наш эфир на телеканале Беларусь4, друзья, сегодня мы разбираемся в таком немаловажном вопросе, в чем же заключается секрет удачной фотографии. Согласитесь, удачную фотографию, красивый снимок каждый захочет получить себе, разместить в соцсетях или просто, чтобы она хранилась в вашем семейном фотоальбоме. Но еще один важный момент, довольно часто можно услышать, я думаю, что фотографы в этом отношении меня поймут и поддержат, я плохо получаюсь, я не фотогеничен, ну и так далее. Друзья, так вот, как же справиться с этими делами, с этими проблемами и где найти ответы на эти вопросы, подскажет наш следующий гость. Сегодня у нас наш психолог Степан Станебула. Степан, здравствуй, эти аплодисменты тебе, привет. Добрый вечер. Присаживайся. Добрый вечер. Игментаторов и так далее. То есть явление новое, еще не до конца изученное. Да, и только вот буквально недавно в Америке сэнфи-аддикция, мы будем еще об этом сегодня говорить, она признана психическим расстройством. Да ладно? Буквально недавно, да. То есть? Да, да, сэнфи-аддикция, это официально, это есть такое, есть такое психическое расстройство. Не просто. Познакомьтесь, как говорится. То есть убираем мобильные телефоны в сторону и встроенными рядами идем в нормальные фотоателье делать нормальные фотографии. Ну, не совсем так. То есть там есть определенная симптоматика, да. Например, если человек там более трех раз делает сэнфи, выкладывает в социальные сети, это уже как один из симптомов. Или, например, когда человек идет и в экстремальных условиях совершает, да, вот сэнфи это делает. Мы все помним вот недавний случай, который произошел в Москве, когда девушка выстрелила в себе в голову из травматического пистолета, пытаясь сделать сэнфи. То есть это реальная уже очень серьезная проблема психологически. Давай-ка начнем с вопросов полегче. Давай начнем с тех вопросов, как справиться, скажем так, с внутренним зажимом перед тем, как идти фотографироваться. Вот часто можно сказать, ой, не фотографируйте меня, я плохо получаюсь. Или ой, я не фотогеничен. Вот как быть здесь? А что значит справиться? Не совсем понимаю. Ну, иногда человек просто на это не способен, у него есть какие-то действительно проблемы. Как у подростка, которому нужно постоянно получать одобрение с социума. Он идет, делает, и ему все равно не нравится. Но здесь можно говорить о многих факторах возникновения этого. Это и низкая самооценка, это непринятие себя, что входит тоже в самооценку. То есть здесь очень много таких вот, скажем, факторов, которые ведут к этому. И то есть, ну, тут с этим справляться не надо. Мне справляться нужно, нужно идти к специалисту, если уже такие реакции возникают. Особенно если вы злоупотребляете этим, если вы снимаетесь очень много, если вы из-за этого реально происходят трудности в контакте, да, с людьми, в общении. Вы там, не знаю, человек не идет на работу, потому что ему там нужно, не знаю, где-то сфотографироваться и так далее. То есть это уже серьезная проблема. Ты часто фотографируешься? Я человек публичный, да, вот моя профессия очень публичная. И я, у меня есть аккаунты во многих социальных сетях, да, я фотографируюсь часто. Вот сколько примерно, что может стать поводом для того, чтобы ты сделал очередное фото? Ну, это, наверное, какое-то мое сильное эмоциональное переживание, это когда, не знаю, там, какая-то покупка, которая, там, ну, меня, которую я долго ждал, там, не знаю, там, картину могу купить и, вау, сфоткать ее и выложить, да, куда-то. Там новые места, где я бываю, да, люди, наверное, люди, это самое главное, да, там, прогулки с собакой, то есть много таких вот вещей, которые вызывают очень сильные переживания у меня. Ну, вернемся, скажем так, к этому напору, с которым ты ворвался к нам в студию, это повальное увлечение селфи. Вот, если подумать, ну, селфи, это просто фотографирование самого себя на мобильный телефон, что здесь плохого? Ну, Саша, когда человек с желанием сделать хорошую фотографию стреляет себе в голову из травматического пистолета, то есть, ну, это как-то так, это уже опасно. Как быть? Ну, вот в этом случае... Кто мир психологов может нам посоветовать? В этом случае справиться с аддикцией, да, как мы называем, да, это так называемая селфи-аддикция, это идти и работать со специалистом. То есть, ну, по большому счету, если говорить так открыто и без приказ, табакокурение, алкоголь, селфи и селфи, это фактически в одном ряде уже стоят эти вещи. То есть, это уже приравняли к вредным привычкам? Зависимость там, скорее. Это зависимость. Селфи зависимость. Как алкогольная зависимость, как табачная зависимость и так далее. Хорошо. Перейдем в нормальное русло. Все-таки вот как тот вопрос, который я задавал и пытаюсь на него получить ответ. Ну, согласен, что есть у некоторых людей в какой-то степени, может быть, боязнь камеры, боязнь фотоаппарата, боязнь стать перед объективом и начать позировать для того, чтобы на самом деле получились хорошие снимки. Как здесь быть? Как убрать вот этот внутренний зажим и довериться фотографу и фотоаппарату? Ну, тут можно говорить об этом, но на самом деле причин этого может быть очень много. Например, женщина, которая не хочет сниматься в возрасте, не знаю, 45 лет, в 20 она хотела это делать. То есть тут возрастной аспект может быть, да, ключевым. Кто-то просто не любит свои фотографии, так как считает, что он не фотогеничен. Кто-то кому-то не нравится по другим причинам. Тут вот все надо вот к человеку идти. Почему? Вот актуализировать эту причину. Почему? Ну, и мне кажется, оставить каждому человеку выбор, по большому счету, не хочешь, не надо. На твой взгляд, с точки зрения психологии и психолога, в чем же секрет удачной фотографии? Ой, хороший такой вопрос интересный. Я вот размышлял над ним вот целый час, пока шел эфир. Вот здесь специалисты говорили о том, что эмоции, переживания. Ну, я пришел к выводу, что это вот какая-то вот, наверное, связь фотографа и человека, которого фотографируют. И вот это вот какое-то спонтанное, да, одновременное переживание чего-то. Вот знаете, когда вот люди на одной волне, и когда вот это происходит, вот это волшебство, только тогда вот, мне кажется, вот способно что-то родиться. Я вот всегда вспоминаю, как вот хорошие фильмы, когда снимали, да, там и режиссеры говорят, вот вы знаете, мы, я с актером был просто в одном состоянии, я с ним жил эту, проживал эту роль. И эти фильмы считаются гениальными, да, общепризнанными. То есть, мне кажется, вот с фотографией то же самое. Тогда, когда вот есть вот это взаимодействие, вот фотограф чувствует, вот настолько чувствует, да, человека, которого он фотографирует, и сам человек готов идти в эти эмоции, в переживания. Тогда вот, мне кажется, фотография будет волшебной. Я бы сказал бы так. Так, если я правильно понимаю, то фотограф, который смотрит в объектив своего фотоаппарата и работает с человеком, будь то профессиональная модель или просто обычный прохожий, фотограф тоже должен быть психологом? Ну, он должен быть человеком, способным очень хорошо адаптироваться к любому клиенту, потому что люди бывают разные. Кто-то зажимается, кто-то наоборот. То есть, вот способен вот чувствовать человека и вот входить с ним вот в это вот, ну, таинство, ваншебное, вот в это ваншебное взаимоотношение с друг другом. Ох, друзья, подводя итог сегодняшнего вечера, вы знаете, вот пришел я к таким очень хорошим результатам. Во-первых, наш город еще раз подтвердил статус уникальности в том, что с древних времен он самый фотографируемый и фотографирующийся. Недаром именно у нас, в единственном городе в стране, существует благополучно музей фотографии. Мы выяснили некоторые секреты фотоискусства. Это может быть и черно-белая фотография, это может быть фотография на пленку. Ну, и нужно вместе сотрудничать и модели, и фотографы для того, чтобы получилась хорошая фотография. Ну, и вы знаете, наша встреча, это не случайно, накануне летнего сезона, наконец-таки пришла весна, и я думаю, завершить этот вечер, конечно же, нужно песней. Что исполнишь? Летней. Ну, так, летняя песня уже была. Ну, не осеннюю. У меня еще немного летних. У меня вообще летняя песня. Итак, что за композиция? Песня называется «Заблудившееся лето». Ну, дай бог, чтобы в этом году оно не заблудилось. Ну, оно практически не заблудилось. Ты вот, начиная вступление, а я лишь хочу напомнить, что завтра будет еще один вечер, и он, безусловно, будет добрым. Так что на этом наш добрый вечер на телеканале «Беларусь 4» сегодня плавно подходит к завершению. А завтра будет новый вечер. Смотрите телеканал «Беларусь 4». Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok